Сюжет будет о том, как спасти живца на рыбалке. Иногда, чтобы приезжают некоторые на 4-5-6 дней на рыбалку, берут с собой, наловят живцов, берут с собой небольшую бутылку и пытаются их каким-то образом сохранить. Кто-то туда снега пихает, ну и многих они на второй-третий день умирают. А так как мы едем на 5-6 дней, нам нужно живца где-то хранить, и чтобы он был весь живой. Храним его, соответственно, в палатке, в таких бочках, но без доступа кислорода, соответственно, живец долго не выживет. Мы меняем ему воду, добавляем ему по ночам каждые 2-3 часа снег. И сейчас наступил такой момент, когда нашим жетцам нужно заменить воду. Сейчас мы с вами это сделаем. Я вам покажу, как я это делаю. Делаю это практически каждый день, чтобы у них вода была остуденная, холодная, соответственно, насыщенная кислородом. Ну и потом, соответственно, также подсыпаю снег. Сейчас я вытащил эту бочку. Здесь порядка трех десятков жетцов. Мне нужно, хотелось бы, чтобы они остались также живые. Если мы их не выловим, то они уедут домой и будут продолжать дальше жить до следующей рыбалки. Сейчас я их гружу на волокушу и поехали. Поехали на озеро. Везем мы их в саночках. Потихонечку. Поехали на озеро. Ну вот, мы доехали до проруби, я ее постоянно долблю, поэтому лед здесь не очень шибко толстый. Сейчас мы его нашей ступерпешней продолбаем. Разголбим его, пробьем весь лед, наденем руку, а то иначе у нас улетит. Заслухи, да, он за минус. Тут и лединки. Водоемчик со студеной водицей готов. Сейчас мы пересадим в безопасное место наших младших друзей под названием Живцов. Лишнюю воду мы сливаем, так как она нам уже не пригодится. Сливаем пучку воду, оставляем. Куда? Куда, малыши? Так как эта вода уже не живая почти. Теперь ведерочко обязательно. Сливность мы выпускаем. Бочка у нас пустая, сейчас мы быстренько добираем водицу сюда немножко, чтобы потом сюда запустить по колене. Раз, два, три. Так, пушка, для начала хватит. Беречик, отойди, друг. Отойди, друг. Сразу смотрим на наличие. И все, конечно, выживают. Выживают у всех только тех, кого иммунитет сильный. И кто кислорода нормально тушит. Кто был не поврежден. Ну вот. Теперь, в виде пол ведра живцов мы... Так, это тоже в направлении. Так, это тоже в направлении. Опытно. И обратно выпускаем. Здесь трех десятков. Четыре метро. Это естественный англор. За всеми не осветишь. Ой ты, боже мой, какой сюрпляк. Так, иди. Вот она одна. Это чужая часть. Попрянем. До полного. До полного. До полного водителя. Искаем на место. Все. Живцов мы спасли И вам того же желаем